Ух, видео пошло! Что, то Анимейшн Фокс под конец ночи выпустил серию, то Мудреныч выпустил историю стоматологии, теперь Лотрек вышел как пройти майнкрафт без правой руки. Ну что ж, давайте я его посмотрю. Ну и если вам понравится, то я буду продолжать на него делать реакции. Что ж, погнали. Говорит, какой челлендж у него был. Только он назывался как пройти майнкрафт без правой кнопки мыши. То есть мы не должны... Ну-ка-сь. Всем привет, с вами Лоло Треки. Это самое сложное прохождение майнкрафта на моем канале. Сегодня наша задача пройти всю игру, убив дракона края, при этом не используя правую руку нашего игрового персонажа. То есть они только не могут держать в ней какие-либо предметы, но и вообще совершать любые действия, для которых нужно двигать тею. Это значит, что мне нельзя ломать какие-либо блоки, бить каких-либо мобов, использовать почти все инструменты в игре, открывать окна взаимодействия с верстаком, сундуком, печью, а также всеми остальными блоками интерфейса. Ну, вроде как есть левая рука. Открывать окна торговли с жителями, использовать какой-либо транспорт, устанавливать точку спавна при помощи кровати, либо якорь от рождения, и делать много чего еще. Помимо того, я также не могу ставить блоки, и есть еду при помощи правой руки, однако именно эти действия можно воспроизвести левой рукой. Да, левая рука по-прежнему будет доступна нам, но ее функционал куда меньше по сравнению с правой. Если вам нравятся подобные челленджи, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и приятного просмотра. Для начала я создал новый мир со случайным седом, попутно установив в него кое-какой набор данных. Заспавнился я на равнине. И как бы из-за небольшого датапака, ресурспака и пары настроек, я смог добавить в свою правую руку предмет, который не позволит как-либо ее использовать. А убрать этот красный крестик из руки у меня уже не получится. Преодолев небольшое расстояние, я заметил в саванне деревню. И это единственное место, благодаря которому мы сможем развиться в начале игры. Наверное, теперь у вас возник вопрос, а почему именно саванная деревня? Чтобы ответить на него, нужно начать издалекам. В Майнкрафте есть много видов инструментов и орудий, однако почти каждый из них можно использовать, только держа его в правой руке. То есть я не могу взять кирку в левую руку и накопать с помощью него камня, либо взять меч в левую руку и побрать моба. Но есть и исключения, например, ведро. Я могу спокойно переливать им жидкости, вне зависимости от руки. Значит, что с помощью него я бы мог добыть себе мясо, причем сразу в жареном виде защититься от монстров, забраться на скалу или даже разрушить некоторые блоки. Но проблема. При открытии интерфейса верстака игрок задействует правую руку, а значит, что скрафтить его я не смогу. Но зато этот инструмент можно найти в сундуках лесных особняков, сокровищниц, домах рыбака и, что самое важное, саванных деревень. Но поскольку я не могу открыть ни дверь для проникновения в саванный домик, ни сам сундук для получения ведра, мне придется взорвать все это криперами, чтобы выбить следственный предмет. И поскольку криперы спавнятся только ночью, давайте дождемся этого времени суток. Давайте. Он что-то постоять будет? И теперь давайте начнем взорвать проходы в дома, а затем и сами сундуки в этой деревне, чтобы добыть себе ведро, но и заодно блоков. Взрыв первого сундука закончился не очень хорошо, да и лут в нем был таким себе. Во втором сундуке я обнаружил немного хлеба, и это очень хорошая сытная еда, однако ведро было бы еще лучше. Ну да. Бедный хытьель. И смог получить самый важный предмет во всем этом выживании. Чтобы вы понимали, я создал несколько десятков миров, пока мне не повезло заспауниться рядом с нужным игроком. А в стаблоках от деревни я заметил разрушенный портал. Забираем отсюда лаву, ну и взрываем сундук. Правда, использовать найденные инструменты у меня все равно не получится. Что ж, самое время добыть целую кучу жареного мяса. В этом деле главное вовремя забрать лаву, а также случайно не подоить свою жертву. И теперь, когда у меня достаточно еды, можно двигаться дальше. В общем, лава это мощное оружие, но с помощью нее я не смогу охотиться ни на эфритов с эндерменами для создания эндерглаз и активации портала в край, ни на самого эндердракона для прохождения игры. Тем не менее, в Майнкрафте есть одно оружие, с помощью которого можно убить дракона даже левой рукой. Это арбалет. Скрафтить арбалет я, конечно, не могу. Но зато его можно найти в сундуке в аванпосте разбойников. Отправившись на поиск... А он разбойников никак не может убить. Да, я смог найти таежную деревню. В будущем мне пригодится железо, поэтому я сжег железного голема. Следующим я находимся в ровнинной деревне, где при помощи воды я смог добыть себе овощей. Далее пустынная деревня с кузницей. Взрываем здесь сундук. Жители на него, не кажется, точно в суд подадут. Вегт железной брони. В будущем эта броня еще очень пригодится. И мы можем продолжать искать аванпост. Ну-ка. Выскок. Веселый монтажик. Эндер гады. Гады. Прыжок. Так. О, наконец-то. Аванпост найден, нужно затащить сюда к реперам. Вопреки моим ожиданиям, сделать это было совсем несложно. Блин, ну тут самое главное, чтобы он не детонировал раньше. Затем он примерно две минуты не мог забраться на одну ступеньку. Но после преодоления этой невероятной преграды, помог мне добыть арбалет. О, да. Правда, для того, чтобы в будущем убить с помощью него дракона, мне пригодится довольно большое количество стрел. Их я собираюсь выбивать из скелетов при помощи собак и лавы. Ранее я уже добывал себе несколько костей, так что самое время приручить волкам. Друг человека. Но поскольку мне нельзя использовать правую руку, я могу поставить собаку на ноги, лишь нанеся ей урон, либо кинув в нее яйцо. Не переживайте, оно не наносит никакого урона. А теперь начинаем добывать стрелы из скелетов. Ран. Блин, скелеты еще и боятся волков. Правда, на бедерке стоит... Скелет... О. О, армия. Садий идет. Так, тут, тут, тут. В итоге я смог добыть два стака стрел. Один находится у меня в инвентаре, а второй, ну, вы сами видите. Несмотря на то, что от моей брони практически ничего не осталось, я все же добился своего, и орудия для убийства дракона края есть. Однако для крафта Эндер Глаз мне придется сразиться с эфритами. Но поскольку они являются огненными существами, для их убийства необязательно использовать арбалет. Достаточно лишь семи снежков. Приплыв к айсбергам, я отстроил от них дорогу до суши и начал переправлять сюда криперов, чтобы добыть побольше снежков. Внукась. О, огненной остров там. Правда, он там бесполезен абсолютно. 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 На долгие полторы минуты поисков, я смог найти адскую крепость. Блин, долго? На первый взгляд может показаться, что мне повезло. Однако вовсе этой крепости я нашел всего две окруженные забором платформы, и из-за какого-то бага ни на одной из них не было спавнера. Серьезно? Это потому, что они сгенерировались слишком близко друг к другу. Спустя еще 20 минут я смог найти и вторую крепость. Блин, не повезло. Находим нормально сгенерировавшийся спавнер, и начинаем добывать огненные стержни. Тут все главное, чтобы эти гады еще не попали. А то подожжет, будет больно. Жалко то, что снеговика сюда никак не перетащить, а то бы... Но для того, чтобы вернуться обратно к порталу, мне нужно преодолеть примерно 2 километра, при том, что у меня осталось всего 20 блоков. Как бы я ни экономил их, совсем скоро весь мой запас иссяк. Поэтому пришлось начать импровизировать и добывать вьющуюся лозу при помощи лавы. Она позволяла забираться к построенным по пути сюда дорогам. Еще я применял плакучую лозу, максимально много паркурил, и, в общем, использовал все, что только можно. Большим трудом мне все же удалось выбраться отсюда, а затем восстановить свои ресурсы. Теперь до крафта эндерглаз мне остается лишь добыть жемчуги края из эндерменов. Ситуация с ними уже сложнее, ибо по условию челленджа я не могу просто сразить их мечом, либо скрафтить лодку для их поимки. Так они не получают урона от снаряда вроде снежков или стрел. А еще их очень неэффективно убивать водой, лавой или собаками, так как они будут постоянно телепортироваться после получения даже незначительного количества урона. В свою очередь все конструкции, которые я пытался изобрести, не привели к особым исключением одной, и называется она клетка для голема. Но выглядит данная конструкция немного не так, как вы себе представили. В ее стройке я сначала вернулся в свою первую деревню. Используя воду, добыл здесь целую кучу факелов, с помощью них осветил небольшую территорию в пустыне. Со всех сторон окружил факелы оградой с проступами в один блок, чтобы сквозь нее могли перебираться эндермены, но не мог перебраться голем. А затем привязал и самого голема на ранее добытый из ламы странствующего торговца поводок. Доставляем голема до этой клетки, отходим подальше, чтобы отвязать его, добавляем сюда навес для защиты от эндерменов, расчищаем пустыню от ненужного, и мне кажется, что конструкция полностью готова. Пора показать, как она работает. Поскольку я нахожусь в пустыне, ночью здесь павнится очень много враждебных монстров. Моя задача находить среди них эндерменов, смотреть их в глаза и таким образом приманивать на территорию данной клетки. А задача голема расправляться с ними, таким образом добывая для меня эндерджемчуги. Именно этим я и буду заниматься на протяжении следующих девяти ночей. Приятного просмотра. Девяти ночей? Блин, если было бы пять ночей, то было бы... Я просто бы запел песню «Пять ночей с Фредди». Кино, все же. Вот эти еще гады будут мешать. Фантомы. Я их ненавижу. Да... Они еще здесь... Голем еще и систему ломает. Восемь... Двенадцать... Тринадцать... Четырнадцать... Остается лишь добыть побольше ресурсов для сражения с драконом-краем, скрафтить очи эндером, а затем отправиться на поиски крепости. И спустя всего десять минут я уже знал точное расположение чарта, в котором она находится. Вообще изначально я планировал попасть сюда другим способом, однако в тридцати блоках от нужного места была обнаружена пещера, ведущая в крепость. Кстати, а возможно, вам интересно, каким образом я буду проходить сквозь двери в этой крепости. Ведь для нажатия на кнопку игрок задействует правую руку. На самом деле решение данной проблемы очень простое. Крафтим нажимную плиту, ставим перед дверью и наступаем на неё ногами. Спустя пару лет я всё же смог найти эндер-портал и активировал его. Что же, друзья, пора отправиться в наш финальный бой. Ну-ка. А теперь нам может выпасть один из двух возможных вариантов развития событий. Я бы сказал, что это счастливая и грустная концовка. В случае... Счастливая и грустная, это как плохая и хорошая. Ну, плохая концовка, это, насколько я понимаю, это быть запертым полностью в кубе из эндер-мика, а счастливая, это когда ты в открытом пространстве. Если мне повезёт, моя обсидиановая платформа в краю сгенерируется отдельно от главного острова. Тогда я смогу достроиться до центра и сразиться с драконом. Однако, есть шансы на выпадение грустной концовки. Её суть в том, что я заспаунюсь на платформе вглуби острова. А поскольку мне нельзя копать блоки, активировать кровати или крафтить динамиты, я почти никак не смогу забраться на поверхность и победить дракона краем. Давайте посмотрим, что мне попадётся. Наде... Так, держим пальцы, чтобы хэппи было. Грустная концовка всё-таки. Блин, не повезло. Эх. Всё? Всё, это конец? Шучу. Я разрабатывал план для этого прохождения на протяжении недели. И, разумеется, учёл такой неприятный сценарий. Наверное, у вас возник вопрос, а как же я собираюсь выбраться? Как же? Или с помощью криперов? Мой ответ, нет, у андер-мика слишком высокая взрывоустойчивость. Это, это я знаю. И тащить сюда сотни криперов не вариант. Чтобы понять мою задумку, нужно переместиться на несколько часов назад. Добыв 14 эндер-жемчуга, я отправился в 30-километровое приключение, в результате которого смог найти джунгливый храм. Используя криперов, мне удалось добыть здесь липкий поршень. А уже затем я вернулся к спауну и пошёл искать крепость. Так вот, теперь ставим этот поршень и начинаем проталкивать эндер-няк при помощи досок. Вау! Кстати, а вы знаете, чем доски отличаются от эндер-няка? Чем же? Тем, что их можно сжечь. А-а-а! Сейчас тут будет прочищать себе путь. Вот, всё. Наконец, выбираемся отсюда при помощи ведра воды и вот поверхности. Так, давайте же разрушим кристаллы снежками и убьём дракона арбалетом. Так. Пиф. Так, не рычи там. Опять это было близко к прорывшу. Но имею в виду к смерти. Прям таранит. Спасайся. Последний выстрел. О, какой он польза стал. Точнее она. Эндер-няка это она. Кто не знает. Так. И как видите, иногда глубокий расчёт позволяет отобрать у внешних сил право решать, будет ли концовка грустной или счастливой. Давайте же прыгнем в этот портал. Теперь. Есть. Круто. Майнкрафт Джава Эдишнс. Насколько я помню, последние секунды было так вот. Субтитры чисто. Ну что ж. Прохождение мне очень сильно понравилось. Лотрек вернулся в свой темп. Ну это потому, что он отдыхал, а потому, что он готовил сюрприз очень большой. Который я посмотрел. Который я посмотрел. Ну ладно, с вами был Ванисон. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Всем удачи, всем пока.